Это первая фотка, вообще у нас стремная, первая фотка, которую я сделал в ВСБ, первый репортаж за все время, это был ноябрь 2012 года, я абсолютно не умел работать с аппаратом, не понимал, что происходит, как там вышло, наверное, в пятницу я уволился с работы, ну, в 2012, ну, вчера, в 2012 года я работал в вашей работе, а вот эти сервисы, ну, сидишь, я уже шефарк учился, новости пишешь, на сайт 10 человек заходит, рекламщик как-то внутри, а давай рекламный списать, то есть работа абсолютно бесполезная, он ненужная, не читает эти новости, я уволился, где-то в спорту мне позвонила знакомая с переведения, говорит, слушай, там, баскетбол, вроде бы по спорту навлекаешься, не хочешь, попробуешь, там, прийти, поснимать, я подумал, ну, ну, ладно, баскетбол, баскетбол, взял аппарату знакомую, у меня не было, и пришел по ходу, я понял, что это АСБ, что это студенческая лига, то есть абсолютно никаких навыков того, чтобы фотографировать, и уж тем более знать, что там о баскетболе у меня абсолютно не было, но потом, после того, как я отправил не самый дачный репортаж в АСБ, я начал понимать, что существует грантная программа, что есть, например, пиар-менеджеры, для чего это нужно, я начал этому всему разбираться постепенно. И когда я прочитал эту программу АСБ, я главным фейсом была пояска Нью-Йорк, то есть я, в принципе, отнесся сначала к этому, знаете, как, вот, показывает с перевизом, собери 10 чайных пакетиков с лифтом, и выберем пояску Бразилию. Ну, я к этому всему скептически отношусь, да, и вот, примерно так же я отнесся к этому, и подумал, ну, какая Америка, ну, чего смеяться, ну, ладно, попробовать можно, тем более писал я как-то более-менее еще неплохо, Фот был ужасно. Ну, после другого шедевра, шедеврального репортажа, я решил посмотреть, хотя бы, как нужно фотографировать. Начал заходить на спортсвечку дорогу, смотреть, что репортажи там, и, что репортаж Евралиф, чтобы понимать, вообще, как фотографировать баскетбол, и уже потом понимать, вообще, что такое баскетбол. Я решил после этого взять зеркалку, то есть, против перейти, потому что самая первая моя функция была эту фотографию и тестовик. Давайте дальше посмотрим. Ну, спустя время я научился что-то фотографировать, более-менее сносно. Прошло несколько месяцев, грант твоя программа уже была немножко в разгаре, я начал оплятся с головным офисом, протоколом со многими ребятами. Общался плотно очень с Юлей Красновой, которая еще теплые слова у меня есть, да, потому что пиар-зон начинает играть. И я подумал, я отправляю новости, пишу статьи, но пока кто-нибудь же читает, не так много действий. На тот момент даже в группе АСБ было около 5 тысяч, по-моему, в нашем районе. Да, 5 тысяч, сейчас мы может быть 8 тысяч человек в группе АСБ. То есть, читал новости так много людей, и я задумался, как можно сделать так, чтобы тот продукт, который я делал в данном случае, фотки и тексты, они мне знали, что можно больше людей. И я долго на ногу в голову думал, что нужно написать лучше, чуже. И тут я понял, что я должен создать продукт, который будет интересен именно к этому языку. То есть, дивизион мелкая, но интересен именно к белке. И я начал думать как журналисты. Спустя какое-то время к нам начали играть приезжать журналисты. Рекорды для всех зрителей канала приехали на квалификационный матч по ВПУ против Смоленска. Это было играть за право выгода в финал СПО, последняя игра в дивизионе Белгород. Я начал думать, когда я начал думать как журналисты, я понял, что в Киапе может быть 9 играть в редакцию. Мне, в принципе, вдоль всего будет что-то по кофе убить. И мне совершенно сомнево, что да как. Я начал присылать вам именно в 89 пресс-релизы с пожеланием хорошего дня. И уже в 9 утра, в 11 утра в понедельник, новости о том, что команда Житуми и Шукова, как сыграть команда Смоленска, были выше в янус-коностях, чем заявление Белгородского губернатора. На самом деле. Это вот такой метод нестандартный, который на самом деле очень ценностерва. После того, естественно, администрация еще посмотрела, то есть, правительство Белгородской области, на обновлении 4-5 журналистов. Это был феномен. У меня это был тогда разных шаблонов. Но намного было приятнее то, что ребята, то есть сами баскетболисты, их родители, их девушки, они очень знают. То есть, если раньше это было такой закрытый от сообщества какой-то, где это только баскетболисты друг друга знают, то теперь весь город фактически узнал об этом. И это было, я думаю, что очень здорово, классно и круто. Немножко о Грандовой программе расскажу. Так вышло, что я вышел в финал Грандовой программы. Это был суперфинал СБ 2013 года в Москве. И тогда все было как в каком-то галлюзинском фильме. То есть, я приехал в Равенск, где проходил суперфинал. Раньше я только писал тексты и фоткал. Немножко научился пиару, но элементарным, воздействием, воздействием, воздействием. То есть, здесь, когда я увидел профессионалов, которые были тогда в СБ, это и Коля Костеньков, это и Юля Краснова, Леша Козов, и люди, которых пригласили для этого. Я сразу понял, что именно сообща мы можем делать классное освещение суперфинала. И, на мой взгляд, в 2014 году оно действительно получилось. Питер, нечтаю Ваши прощения. У нас такая эмоция фотографии, и человек пытается прокомментировать судьбу каждого, чем он и сейчас занимался. Эти люди, которые будут чисто делом начали работать на резиденции. Да, это финалисты градовой программы, то есть, первый. Градовый программ ГАН-менеджер. Здесь Карина Нусулова, Маша Павалова. Я радикуме Сергеевна. Мне известно, Карина сейчас в фильме продолжает заниматься в КЭС-классе. Да, в КЭС-классе. Да, Маша Павалова также помогает в Красноярске, я так понимаю, в дивизионном музее заниматься. И открыл свой офис. Открыл свой офис. Ну, я работаю. В Москве, в Белгороде. А Сергей Владимирович, в принципе, выступает перед нами. И понимание того, что интеградного программа действительно честно, будет работать и так далее, у меня не было работы в одном моменте. У меня эта жопа у какого-то звучит, и я удивляю о том, что я пытался ездить, я должен поверить. Вот, как мама и сына, папа и папе, и я... Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе делать. А у меня сессия, там, у спины, кажется, давать надо. Ну, в итоге, как-то эти проблемы вот решились. И после этого, я помню, я ушел с этой долгой фиаконкой. Это было бы то, что, там, прикладший вид был, это было бы в Москве еще. И где-то через месяц после этого Сергей Владимирович мне позвонил, а еще через месяц я приехал на Тульску. И какое-то время поработал с вами, ну, со многими коллегами в офисе ISB. И это было отличное время. Именно в офисе ISB, я считаю, что и во время этой грантовой программы я искусство пиарщика стал пиар-менеджером, потому что я начал систематизировать себя, понимать, что вообще для меня был разрыв шаблон, что два человека, а пиарщик, которые были в городе, могут информационно обеспечивать всю Россию. Ну, понятно, что есть сеть других пиар-менеджеров, но именно эти идеологи и те люди, которые стратегии выстроят, это два человека. Я всегда думал, что, ну, как минимум, десять человек должны заниматься этим. Почему? Потому что я не понимал, как это работает. Вот сегодня я Сергей Владимирович показал три из того, что должен уметь менеджер. И только сейчас я уже понимаю, что в компетенции менеджера именно это и входило. То есть этих двух идей было достаточно. Вот, что еще надо сказать? Ну, очень знаменательная была, наверное, поездка в Штаты. Вообще, это одна из самых крутых событий. И по поводу фото, если первое фото, которое я показал, было очень хорошее, то... Первое? Прекрасно. Спасибо. Вот эта фотография, на самом деле, очень знаменательная тем, что это был тур в Штаты. Это сын Андрея Кириленко. И мы тогда фотографировали встречу с Андреем Кириленко, он тогда еще не был президентом на ФУБ. Он тогда был игроком Круглина. Да, первым сезоном Круглина. Он еще даже ни одной других провел. И я помню скотку с Андреем Кириленко в футболке АСБ. И Андреем Кириленко выложил себе в Инстаграм. И тогда я понял, что Круглина Круглина. Ну, не просто так, что я это сделал, когда работал, а она еще и работает. Самая работа. Да. Ну и вообще, то, что мы увидели в Штатах, это поменяло реальность полностью, потому что мы приезжали на рецептную сочувствисть и видели, как там студенческий баскетбол группе, видели, как, в принципе, в Нью-Йорке какой-то вообще сумасшедший баскетбол, как их настоящий, приезжали на базу Круглина, сфоткались с Брухом Лопесом, слушали очень многих курсов, которые в дальнейшем помогли вообще и всему офису ОСБ и ИКИ вырасти. Ну и лично мне, естественно, тоже. Немного хочу сказать и об этом человеке. Один кто знает, человек в черном поле. Замечательно. А кто не знает, кто-нибудь слышал про «Челябинское Динамо»? Хорошо. А теперь про «Челябинское Динамо». Это уникальный человек на самом деле. Я вообще, одной из самых больших заслуг своей деятельности ОСБ, считаю знакомство с Николаем, потому что я не сторонник того, что куда-то люди приезжают за эмоциями, конечно, потому что неправильно, но я к этому отношусь строго. Но я не верил, можно сказать, что могу встретить такого человека, вообще, как Коля, потому что он просто без пиата, который самый настоящий. Я не знаю, по-другому сказать, псих, просто самый настоящий. Именно Коля, Юля, эти люди помогли мне обрести то мышление, которое есть у меня сейчас, училищительным качеством, и встретить таких людей, иногда даже важнее единомышленников, чем читать какие-то книги, одну и так. Для менеджера это тоже важно, увидеть, что ты здесь сиди на мышлении, он помогает тебе двигаться дальше. И с Колей нам удавалось опубликовать какие-то самые безумные идеи в очень разных состояниях, в разных местах, в барах, в шевелках, ну и все бывало. Даже из других идей по поводу того, что Леврон Женский не хочет ябинскать нам, мы общались по скайпу с ним, ну, там, вечером. Вот. И Колей это уникально, я думаю, что ему можно пополкнуть для АСБ, для пиара. Перейдем дальше, но история не всегда разрушена складывается после того, как поработал какое-то время в Москве, был такой гривень, когда пришелся в Белго. И после взлета всегда бывают какие-то падения. Ну, здесь можно назвать падением то, что я вернулся в Белго, я не понимал как дальше жить. Потому что я, вроде бы, два месяца назад в Штатах был и в Москве, а после этого, я тогда пытался устроиться на работу, я думал, что, ну, я же вроде как бы там, в Штат, а меня, никуда кроме спорткомплекса, в принципе, не взяли. Первая, что я помню, первая моя работа после Штатов это был спортифиада ветеранов в спортивном комплексе Сплан-Корфель, это в Белго, где такой есть большой комплекс. И моя задача была, даже не то, чтобы спортировать ветераны, ну, не войны, а труда, ну, как они играют в баскетбол, футбол и так далее, а губернатора снять вот так вот. Ну, и все, в принципе. Все остальное не нужно было. Я как-то тогда запомнился о том, что это плохо. Изменил одну работу, поменял ее на вторую работу в конфютерном магазине. Ну, как-то я посидел, посмотрел, на что тратится рекламный бюджет, как это все неэффективно проходит, и ушел уметь все работать. Работал еще, ну, в сей день ресторана шоколадница, то есть, тоже бярщиком. Что-то как-то, ну, не заходило, я не понимал, что делать. И, ну, как мне пришла какая-то идея, ну, доходило до того, что с парнем, который стоит вон там с камерой, это Паша Заназюк, и он должен запотолся, потому что их довольно... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один раз прошу прощения, кого-то я пропустил. Да, это Паша Заназюк. Понимаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Все видео, все фотографии, все фотографии, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Во всем мире, все креативные картинки, которые вы видите в серии фото красивых девушек. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, это хотелось бы, что мы могли с Пашей на такой работе, которая заключалась в том, чтобы что-то там сделать, непонятное, листовки и так далее. Мы сидели, просто рисовали ядерный бункер, в котором мы спасемся с очень большого ядерного взрыва. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И после этого я начал думать о том, что, в принципе, дивизион Белгорода дальше продолжается, и я долго думал, что я еще могу сделать такого. И после того, как я потерялся, я подумал, что я ничего совсем не знаю о спонсоринге. И так получилось, что тоже один из проектов, который, действительно, я вспоминаю, это стало партнерство MIX, компанией, которая занимается компьютерными магазинами, с командой Диктурина Ишухова. Это очень важный кейс того, что в бартейбольной команде появился спонсор. появился спонсор в том плане, что не только форму изготовить, но и поддержка баннерами, поддержкой атрибутики, она, действительно, была. Была по разным обстоятельствам недолго, но ребята получили классный логотип, ребята получили классную форму. Кстати, в магазине АСБ мы заказывали. И компания потратила на это небольшие деньги и выведила очень большую отдачу в том, что по региональному телевидению их реклама была. То есть MIX-технолог, проект назывался. И, в принципе, он был довольно успешным. Это один из примеров того, как первая студентическая команда начали создавать свои собственные равнины. То есть тот пример дал, как Каннер Массиев был с другими шлангами. Я понял, что без бартейболь своего собственного лица невозможно утомиться. Да, ну, во-первых, у меня штат в Дальфиле, во-вторых, после того, как я менял работу, я сезон больше на два месяца обучился немножко в активном бакетинге, чуть-чуть поднялся. И видел, как там команды по американскому футболу университета, а поле, они нигде не выступают, они просто собираются, в общем, играют в американском футболе, было все запрендировано, все, что только можно. Я подумал, что именно лицо и т.д. и т.д. и т.д. Но сейчас это уже не новость и т.д. Если бы я бы не сказал, несколько лет назад тогда. Но такой опыт тоже был. Да, немножко о том, что сейчас, сегодня, вернемся к настоящему, я уже практически два года пиар-менеджер дружеской организации, то есть социально-технического и молодежного субборта. Мы делаем кучу крутых проектов, мы покажем потом на видео, если есть такая возможность. Самый известный это фестиваль Moscow Games, фестиваль, фестиваль синического и молодежного спорта, который будет подряд проработать. И здесь многие именно данные, которые во мне были во время работы социально-технического спорта, помогли. Потому что здесь именно сейчас мы видим, что партнерами Moscow Games являются такие СМИ, как Sport Express, Sport FM, Реан Новости, ВКонтакте, Moscow 24, ну, красиво, Матч ТВ. То есть партнеры просто, которые вкладывают какой-то спонсор, какие-то нам какие-то где-то финансовые, где-то партнеры, какая-то Goals Labs, Red Bull, Homo's & Rosem. То есть начать общаться именно с такими партнерами, на каждую встречу, мне приходилось ездить лично, либо Маше, это тоже человек, городок Санкт-Параде, помогли именно те знания, которые были заложены в дисциплинические годы. И общаться с представителями, допустим, того же, Red Bull, с представителями Sport Express или Реан Новости, помогло именно то, как они ищут сюда. Мы говорили о профессиональной компетенции, мы говорили о разнородности и деятельности, которую Вы можете выполнить. Риктор говорил о том, что он создал логотип, Риктор говорил о том, что он писал крестные лизы, он говорил о том, что он применил различные сюжеты, переговоры со спортом. То есть мы реальное понимание продукта позволяет и продавать продукт, и создавать продукт, и продвигать этот продукт, и делать его уникальным. То есть порой возникает ситуация, когда необходимо что-то сделать. Вот это я не имею, а мне имею только вот это. А у нас нету как-то коровой монотонной деятельности. И наша деятельность и сейчас эта жена зарядка новых знаний, новых умений, и они связаны у нас с разнопрофильной деятельностью. Поэтому мы должны понимать, что мы, особенно на этом начальном этапе, мы должны быть более функциональными. Я же добавить еще. Единственное, да, получилось научиться, как договариваться, понимание пришло уже в АСМС, то есть работаю и после работы в АСБ, как вообще составить спонсорский пакет, шелтые главные спонсоры, чем в день все скоро будет интереснее. И я долго не думал об этом, и слава богу сейчас там, мы к чему-то пришли. Второй момент, когда я хочу сказать, о работе в АСМС, мы собираем стратегию, я не раз, у нас много продуктов, один из них, Московская Семеческая Киминолига, слышал о них, может быть, в этом зале? Прекрасно, что есть специалисты Московской Семеческой Киминолиги в этом зале. И мы думали о том, как пригласить, в принципе, везущих спортивных журналистов, вот один из песен, на суперфернала МСКЛ, где играл Команзо, по-моему, мы отправили кучу пресс-ферлисов до этого, и они не работали. Если в Белгороде они работали, то в Москве они не работали, они не знали, что делать. Мы сделали 10 брендированных шайб МСКЛ, на которые написали продвиги ведущих журналистов. Это Юрий Гути, это редактор Спортс.Ро, он ведет там культуры на Матч.Вей сейчас. И мы приехали вот с такими девушками в форме Матч.МСКЛ, в каждую редакцию просто уломились и вручили эти шайбы. И это действительно сработало, потому что наездки как минимум сфотка и шайбы выложили в свой Инстаграм, как максимум куда из них приехал, добрался до места и либо сообщил своих СМИ. Мы поступили нестандартно, и СМИ оценили наш подход. И вот этот нестандартный подход для работы МНРПА, менеджера, он очень важен. Потому что если мы идем по одному пути, и видим, что он не работает, нам нужно искать отходы. и мы теперь не должны. Кроме этого, я, наверное, горжусь еще за время работы по СМС тем, что у меня остается очень много друзей профессиональных спортсменов. В частности, Таня Петрахова, баскетболистского ГНК сейчас, баскетболистской сборной России. Работая в финичном баскетболе или в финичном спорте, ну и очень важно не забывать о моменте средств. То есть те люди, которые профессиональные спортсмены, именно благодаря них мы можем получить то, что, как называемый пиадом нашего проекта, социальную поддержку. То есть для баскетболистской сборной России не представляет ничего сложного, а приехать на фестиваль Московгеймс, ребятам будет очень приятно, если она приедет, с ней все сфотографируются и так далее. Но проект это даст очень большой пиар, потому что Анна Петрахова стала послом фестиваля, допустим, эта новость намного куда более значима, чем то, что мы представили локотип даже в нашем фестивале. Потому что у Анны Петраховой уже есть какой-то бренд, в фестивале бренда никогда еще не было. Я тоже с тем, что многие здесь стали моими друзьями, особенно гостя игрок была Аня, Алексей Спиридонов, волейболист сборной России. У нас сумасшедший фронт работы, но что еще параллель с ССБ, нас даже двое в пиар менеджерах сейчас в ICMS, нас всего двое. И мы вдвоем выполняем тот фронт работы, который есть в проекте Moscow Games. проекте сейчас увидим еще. И что я вам хотел сказать, что осенью 2017 года, когда я фотографию вам показал, я представить себе не мог, что все так выйдет и не поедет только на скейтбол. Не знаю, как сейчас было. Поэтому спасибо Сергею Владимировичу за эту возможность, за проект АСБ. Он мне многое дал. Поверьте мне, если что-то у меня получилось, то у вас получится еще круче. Спасибо. Надеюсь, что вы не усынулись. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я также огромное спасибо, потому что не только проект проект АСБ дал, что диспетки, но также много проект. И наша общая задача, как и много большого сообщества, помогает друг другу. Сейчас я предлагаю задачу... Смогающий видео. Давайте посмотрим видео, чем занимаетесь. Время у нас нет. Ну, точнее, сейчас. А есть ли вопросы? Здесь будут... АПЛОДИСМЕНТЫ МОНИТЫ МОНИТЫ ГРУСТОВ ТОЛМ «ТОЛМ» Я тебе дам... МОНИТЫ 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 ТОЛМ «ТОЛМ» ВЕСЛАНСЯ ТОЛМ-ТОЛМ Я тебе дам... ДИНАМИТЫ БУДЭТО Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok